Вызвали ОМОН, приехали, все, вышлили всех брендаторов, ну и там дальше смотрели, проверяли мясо. А ОМОН зачем нужен был? Ну, охраняли, чтобы не вывезли, ничего. Перекрывали дорогу. По словам охранников оптового склада, оперативники сработали четко и быстро. Это операция совместная сотрудников Россельхознадзора и отдела по борьбе с экономическими преступлениями. В результате в этих контейнерах было обнаружено почти полторы тонны мясной продукции. Вся санкционная. Это именно сердце свиное, шейка свиная, сердце индейки, производителями которой являются такие страны, как Великобритания, Ирландия, Польша. Продукция принадлежит индивидуальному предпринимателю, который осуществляет деятельность по данному адресу. Индивидуальному предпринимателю грозит крупный денежный штраф, а всю продукцию уничтожат. 6 августа в России вступил в силу закон, согласно которому вся конфискованная санкционная продукция утилизируется. Все изъятое мясо будет отправлено на утилизацию в Тульской области. Всего же с начала года сотрудниками Россельхознадзора было конфисковано более 200 тонн санкционной мясной продукции. Данное мясо сырье не отвечает требованиям качества и безопасности. Оно является неизвестного происхождения и дать заключение, насколько оно безопасно для потребления, мы не можем. За несколько дней в России планируют уничтожить почти 300 тонн различных продуктов. Это фрукты, овощи, так заволновавшая общественность сыр. По заверению представителей Россельхознадзора, всю контрабандную продукцию, завезенную из стран Евросоюза и США, на которую распространяются ответные санкции России, будут утилизировать ежедневно.